В любом случае, команда из Загреба шансов на попадание в флей-офф не потеряла. И, в принципе, эта фраза в равной мере относится Марк Попович и Джеффри Кинрейд. Шестой и четвертый номера в обороне. У Медвежчака Жердев выкатывается один на один с Марком Ауи и не забивает. Был прекрасный Мами. Вот те самые изменения, о которых я говорил в начале репортажа. Мишневский на Новака. Бросок в дальний угол. Неплохой Горовиков. Подхватывает шайбу. Пестушко рядом. И классная передача под бросок. Новак заряжает. И Марк Ауя забирает шайбу себе. Вбрасывание в центральном круге. Горовиков выигрывает шайбу. 304-х вбрасывание Горовиков выиграл в первом периоде. И сейчас продолжает радовать динамовских болельщиков. Такой уверенный. Игрой Пестушко. Бросок и шайба в воротах. Фантастический бросок Максима Пестушко. И 1-0. 13 секунд прошло во втором периоде. Лишчак из зоны не выпускает. Прессингуют все и даже Жердев. Николай Жердев прекрасный момент имел в первом периоде. Вывалился на ворота. Переиграть Маркову не сумел. А вот теперь же опасная ситуация в ворот Еременко. Шайба не прижата ко льду. Вся пятерка динамовская сейчас на пятачке располагалась. Решил обойтись взглядом. Передача вели Лейну на пятак. Затем добивали. Стремительно идут вперед. И стараются уже в самом начале помешать атакам. Опасный выход на ворот у Еременко. Шайба отбита. Бросок. Гол. 1-1. Удачный контровыпад удается Медвежчаку. И гости сравнивают счет. Улыбка на лице Марка Поповича. Вот вроде бы прессинговали динамовцы неплохо. Но забивающий защитник. Столько же у Мэтта Робинсона. Но тот в списке травмированных Корягин. Удачно подъехал к воротам. И вывел динамов вперед. 2-1. Срикошетила шайба прямо на клюшку динамовскому защитнику. Но и не растерялся Корягин. Первый гол в этом сезоне. И четвертое набранное очко. Карсунс поехал от борта. Бросил. Там шайба. При помощи партнеров. Довез до красной линии. Вот дальше уже проблемы. Кокарев пытается продавить оборону соперника. Передача на Волкова. Бросок Абуя. Вытаскивает. Сетку. Яния Лосвара двумя победными голами отметился в этом сезоне. Более того, он самый бросающий защитник в составе Динамо. И вот Финогенова. Матч, который проходил в Хельсинки. На Финогенов там всю пятерку Йокерита накрутил. И с каждой секундой, каждая секунда становится все дороже. Как принял шайбу Пестушковых. Это один на один. Бросок. Перелетает шайба перекладину. Ну и вот Горняков. Такую ковыряшечку отправляет на Даугвинша. Даугвинш отправляет передачу в коньки. И там легким движением этот пас Пестушков обрабатывает. Ну а затем перекинуть шайбу через Марко Абую. Нападение у Динамо. Ялосвара и Карли. Получает шайбу от Каванца. Бросок от тиней линии. Рикошет Лейна. Уезжает за ворота. Бросок и гол. Сравнивает счет Медвежчак за 50 секунд до окончания основного времени. Несколько потерялся Александр Еременко в этом эпизоде. Наблюдается Кинрейт. Клюшкой сыграл Еременко. И Даугвинш в средней зоне шайбу получает. Выхто один на один. Бросок Абуя себе. Забирает эту шайбу. Четверых соперников не пропускал. И вот она передача Новака. Там Пестушко рядом. Даугвинш катит. И вроде бы раскладывает по разным углам Абую и шайбу. Но в последний момент, видимо, щитком Абуя все-таки помешал. Я не думаю, что Даугвинш там умудрился не попасть в створ. Но посмотрим, что Брюквин придумает. Ой-ой-ой-ой-ой. Как здорово все сделал. Но вот финального аккорда не хватило. Шайбу в ворота отправить. Разложил голкипера. Четырнадцатый номер Медвежчака. Бросок над ловушкой Еременко. Ничего не напоминает. Матч против ЦСКА. Все смотрели? Смотрел Александр Еременко и этой встречи. И шайба не пересекает ленточку. Номер Досука исполнил сейчас Цветков. Абуя с этой шайбой справился. И вот так тихо, без аплодисментов практически. Медвежчак отмечает выездную победу над московским «Динамо» после поражения в Минске.